здравствуйте друзья сегодня 3 часа 45 минут среда я хотел поговорить в это время обсудить пару идей что можно купить что можно продать но если конечно у вас они уже были и все такое сегодня день был для рынка очень ну не очень просто было положительно в основном все росло как мы если посмотрим сюда по списку все зеленое в пятницу ситуация была наоборот большинство акций были в минусе мало просадка сегодня все почти откупилась если честно я рад этому и вот хотел с вами обсудить предложить поговорить что можно купить из того что сильно упала хотел сначала вернуться к акции starbucks я о ней говорил воскресенье то что от уровня 96 55 я бы купил и как мы видим она уже сегодня вместе со всем рынком отросла на 5 и 28 процентов по моему идея сработала я ее извините я ее предлагал как идею на долгосрок и по мне даже если эта идея короткосрочная до уровня 107 87 по моему пока все работает не очень этому рад давайте посмотрим на акции сша что сегодня упала я не стал отбирать конкретные идеи просто хотел показать как я отбираю акции который мог могу купить я не большинство я не инвестор долгосрочный я можно сказать спекулянт ищу акции которые сильно упали или которые просто упали если они есть на санкт-петербургской бирже есть в тинькофф то и если идея хороша точка входа хорошая то я так и покупаю вот хотел на запись вам показать как я это делаю так начнем сегодня самая сильная просадка по моему списку была у пб и честно шикарная акция я на ней уже пару раз зарабатывал как мы видим вот даже следы можно сказать остались вот покупал на 5 72 продал на 7 20 8 и я не смотрю что она там сильно взлетела потом еще на сто процентов мне это уже как-то даже не обидно потому что у меня была цель зайти на 5 72 и выйти на 7 28 так я и торгую вот так она упала на 19 процентов сегодня нам после вот этих вот шпилей это вполне логично что такая сильная продажа будет и сейчас идея для покупки я бы ждал 7 так давайте это перекрашиваю в обычный цвет то мешает идея для покупки сейчас я выбрал если бы брал от уровня 773 потому что тут возможен ретест видите раз-два-три-четыре-четыре и так далее 4 точки отбить я можно сказать четыре раза не пробила этот уровень а значит получается потолок стал может стать полом и и вот это вот дальше падение может просто не пробить как мы видим тренд растущий если несмотря вот на это вот если мы вот так вот сотрем тренд получается растущий конечно тут видно что какой то боковик уже пошел но все же ниже 474 не падала даже видите минимумы даже выше предыдущего даже вот этот выше предыдущего так что тренд не должен изменяться и я бы брал как я сказал от 7 из 73 потом она а когда бы я бы ее продал вот этот конечно шпиль очень мешает думать мы взяли на 773 то наверное я бы продал вот на 961 да и так я бы и сделал если смотреть вот так вот и этот шпиль убрать то получается следующий максимум это вот здесь вот который надо будет пробить потом этот соответственно это так далее вот дальше чем нас сегодня как раз я искал что купить потому что в пятницу ой какой пятницу понедельник сегодня же вчера вторник был понедельник я закрыл акцию асур вот она идея сработала от уровня к уровню дошел и вышел и сегодня я искал ей в замену куда входить и вот это вот акция биби биби и как бэд бэд ант бьёнд у меня была у меня была в списке покупок ну я ее не купил потому что потому что я купил другую акцию какую потом расскажу вот да и идея как раз таки сработала была идея купить от 25 07 как мы видим это уровня коснулась причем с маленьким гэпом вниз ушло этого я и ждал и начали потихоньку от купать она дальше может и и выше пойти этот уровень если не пробьет она пойдет выше так у меня стратегия я торгую без топов если акция падает то я просто жду почему я торгую без топов потому что во первых наверное я их не умею ставить как это глупо не звучит во вторых акция всегда возвращается к той цене по дереву надо постучать в общем акция постоянно какая-либо она растет если тренд даже если тренд падающий то она когда-нибудь да и вернется к той цене которую ты купил если только она не банкрот конечно но такие банкроты могут быть один из тысячи наверно случаев вот если биби и пробьет этот уровень 2507 то нам скорее всего долетит до 1797 и вот там уже можно настроить новую идею на покупку докупать или что в общем такая такой план по этой акции если она скочит от 2507 то она может и дойдет до до чего она может дойти до этого получается уровень 3303 почему я здесь линию поставил непонятно наверно у меня был недельный график такая неточность в линиях так сколько это получается если войти сейчас так это получается 31 процент это очень хорошо в основном у меня сделки на прибыль 20 процентов от сделки я в таком темпе иду а тут аж 33 как мы видим смотрите тут даже тема ретеста произошла отбилась от пола и полетела вниз так ладно не будем долго про эту акцию дальше что у нас упало падает все что что со шпилем давайте эту акцию пропустим потому что это долго сейчас будет уровне ставить непонятно мне еще куда она полетит откуда брать дальше короче что такое ай робот то же самое все сильно падает со шпилем так смотрите как ее сильно откупили сегодня причем от этого уровня почему этот уровень смотрите тут не долетело тут от ретеста получается причем очень старого ретеста от апреля девятнадцатого вот да какой то очень сильный уровень произошел в будущем это может положительно сказываться если она как нибудь вот так вырастет потом опять начнет падать то вот этот уровень надо его перекрасить очень сильный потому что как мы видим его очень сильно от этого выкупили так но уже поздно покупать что то она даже не близко поэтому тоже пропустим нет идей на покупку вир что такое вир появилась на бирже видать недавно тут можно быстренько уровни построить так ну вот видите ретест раз пол два пол три пол четыре пол пять вот тут ну 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 да скорее будет так так и вот так вот наверное вот это я не знаю можно ли считать ну тут нет идей на покупку сколько она сейчас стоит пятьдесят пятьдесят девять ну блин ну я бы брал вот не рискую а двадцати пяти точно даже могу вот покрасить на будущее себе что горло хрипло извините когда долго молчишь и начинаешь разговаривать то такое бывает ну вот акция новая с ноября девятнадцатого года такой короткий график и почему-то девятнадцатый год я думал у нас двадцатого начинает торговать начинала торговать тут сейчас просто нет идей на покупку ну можно рискнуть конечно пятидесяти пяти ну не знаю очень сильный и тут просто не знаешь куда она дальше пойдет тут просто нету исторического максимума лучше ее пропустить называется вирь биотехнологии ну дальше короче вот еще вот этой у меня акция была сегодня в списке покупок я выбирал между между вот как мы видим двенадцать девятнадцать вот она и коснулась этого уровня я бы если бы покупал я бы покупал отсюда и соответственно я бы вышел только вот здесь вот пятьдесят шесть процентов это очень круто было бы после такого глобального пика так глобально сильно упасть это просто очень круто короче вот такой вот план по этой акции купить по двенадцать девятнадцать и выйти например девятнадцать девятнадцать так так жалко конечно но на всех на все акции денег не наберешься дальше нокия тоже шпиль нокия очень я в нее заходил по-моему с лета до осени сидел нет не было был только минус ждал 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 потом когда вышел в ноль просто взял и вышел вот этих уже пиков я не застал это где был где-то было бы купила где-то купил я где-то по-моему здесь вот я купил так она падала потом росла 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 ушла где-то здесь вот вышел мало людей инвестирующих покупающих эту акцию как я понял как с веном и я решил больше никогда в нее не входить потому что видите тут даже на дневном график график рваный волатильности путем никакой нет и я подумал ну нафиг ее тем более nokia сейчас по моему даже телефон не выпускает что-то там было какие-то слухи кто-то ее купил ой извините но прогресса нету она сейчас по моему ничем не занимается поэтому в нее никто и не инвестирует если мы откроем недельный график ой какой он страшный тут тут рисуется падающий тренд только когда-то она стоила аж 29 38 долларов с тех пор падающий тренд этот пик ничего еще не значит вообще мои прогнозы по этой акции я люблю прогнозировать хотя этого нельзя смотрите а так давайте отсюда начнем раз лесенка еще ниже еще ниже еще ниже но это не будем считать даже можно считать черепашьим супом В какой-то степени, да, это можно считать черепашевым супом. Потом еще лесенка, еще лесенка, еще, потом она вроде как отросла, но она ниже этой. Потом еще ниже, еще ниже, это недельный график. И вот она, по-моему, и пойдет дальше вниз. Короче, пропускаю эту акцию. Физ, сегодня я ее... нет, вчера я ее только открыл, нету пока ни уровней не построил, нет ни плана, я ее тоже пропущу. Чем она занимается, не знаю. Дальше. То же самое. Так, пропускаем. Давайте будем смотреть акции, которые с уровнями простроенными. Так, дневной график, что это? Дневной график. Сдалека посмотреть вот это вот эти вот шпили, конечно, очень сильно мешают. Нет, давайте дальше. Virgin Galactic. Кто-то, я знаю, ее шортит очень сильно. Нет, тут просто нет идей на покупку. Пока... Здраво смыслить с ней не получится. Ненормальный рост и падение пропустим. Так, дальше, что у нас? Cinemark Holding. По-моему, занимается кино, судя по названию. Так. Ну вот эта акция. Прекрасный растущий тренд. Прямо как напоминает по СВН то же самое. Даже с таким гэпом вверх. Кто ее здесь взял, наверное, был просто в шоке. На отчете, видать, полетела, да? Полетела на отчете. Кто-то был очень счастлив, когда она гэпом вверх взлетела. Прекрасный растущий тренд. Прямо как напоминает по СВН то же самое. Ну, сейчас этот дневной график. Сейчас, конечно, она пробила. Она пробила вот этот уровень. Но... Это еще ничего не значит. Как мы видим, просто идеальная. Смотрите. Идеальная линия вверх. Поэтому, я думаю, я неправильно эту линию поставил. Надо вот так вот. Вот идеальная точка входа. Если она уж пробьет, то... До кода она дойдет. До сюда, наверное, дойдет. До 12.77. Идеально. Я ее даже синим сделаю сейчас. Так. Так. Представляете, если зайти в нее сейчас. Какая прибыль? 38%. Прекрасно. Тень коснулась непонятно чего. Так, подождите. Ну-ка, если я недельный график построю. Ой, недельный масштаб. Так, если вот эти точки пересечения. Красный. Если я сделаю вот так вот. Это недельный масштаб. Тогда верну дневной. Ну-ка, я думаю. Ну-ка. Понятно, почему тело свечи дошло вот именно до сюда. Произошел сильный ретест. Но тренд такой, блин. Тренд очень крутой. Вот PSV, она тоже точь-в-точь. И она и прет, и прет. Это хороший знак для покупок. Вот. Короче, я выбрал. Так. Синий марк холдинг, да? Надо запомнить. Дальше. Давайте пропустим. Так, Big Loads занимается... Что-то там магазины, по-моему. Как у нас, типа... Магазин одежды, по-моему. Лутсы, те же вещи. Тут нет идей на покупку. Сейчас она летит вниз, по-моему. И долетит, мне кажется, минимум до 42-х. 40-ка. Если считать это ретестом, конечно, очень близкие... Близкие уровни. Ну, можно поставить, наверное. Когда сомневаешься, конечно, ставь масштаб недельный. И смотри масштабнее. Кстати, я хочу сделать обзор этого сайта. Называется TrendingViv. Это самый прекрасный, самый лучший, тьфу-тьфу-тьфу, самый бесплатный сайт для просмотра графиков. Тут, конечно, есть и подписка. Она там стоит колоссальных денег. Не помню, какие там плюшки даются за подписку. Но... Очень дорого, но это самый лучший сайт. Я вообще не понимаю, как я без него торговал. И вообще, как я торговал, как я жил без него. Вот хочу сделать обзор этого сайта. Рассказать, чем я пользуюсь. Как смотреть, что тыкать, что нажимать. Кто за? Поставьте лайк, пожалуйста. Мне будет очень приятно. И... К этому я хочу еще записать видео про обзор брокера Тинькофф. Рассказать про тарифы. Как... Короче, обзор сделать. Что лучше. Как завести счет и так далее. Кто за? Поставьте плюсики в комментариях. Ну и лайки. Мне будет очень приятно. Так. Биг Лотс. Ну да. Она может... Так, это недельный масштаб. Она, да, наверное, до 42-х и долетит. Потому что вот это вот ничего, как говорится, уже не значит. это сколько дней получается. Раз, два, три, четыре, четыре дня уже летит вниз. Ну, и долетит, наверное, до этого уровня. Если его и пробьет, то дальше уже 29 будет. В общем, пока ждем, сидим. Сбудутся ли мои прогнозы или нет. Дальше. Так, что это? Тоже... Нет, нету идей. Так, Модерна. Модерна занимается, по-моему, вакцинами. Короче, медицина занимается. Очень скандальная. В каких-то кругах. компания. Все ее хают, что ли? Ну, не все, конечно. Некоторые ее хают. По графику очень даже прикольно. Такие сильные уровни образовались. Причем, так, неделю покажем. Это первые ее хаи. То ли это черепаха, то ли это черепаха. Короче, сейчас точек хода в нее нет. Надо вот ждать вот 101. Хотя, вы тут последняя свеча, смотрите, она больше покупательная была. Ее покупали, в нее верят. мне кажется, она упадет до 101. И вот с этого уровня можно брать. Я так думаю. Очень сильно, конечно, отскок был. но то, что это медицинская акция, конечно, под вопросом эту тему покупать. Потому что, вроде как, все открывается, по крайней мере, в России. И они, как Zoom, уже неинтересны будут инвесторам. поэтому я в нее вкладываться не стал бы сейчас. Да и вообще. Пока что. Дальше у нас что идет? Дальше у нас идет опять неизвестная акция. Тоже неизвестная QDEL. QDEL. А чего QDEL? QDEL тоже нет идей. Непонятно какие-то рваные графики, то вверх, то вниз. Такие сильные гэпы. Очень опасные, конечно. Я бы не стал рисковать деньгами. Не стал бы вкладываться в такие бумаги, потому что такие гэпы вниз. Это просто опасная история. Так, тут нет идей. Word. Нету идей. Мессис. Мессис тоже прекрасная акция. Я на ней пару раз зарабатывал. Вот, отметил уровень 13.10. как мы видим, она к нему наверное завтра коснется. Почему я его отметил? Наверное был опять же недельный график. И вот этот уровень 13.11 я бы покупал и держал бы ее до 17.8. Это большая прибыль. 36%. Да. Такой торговый план по Мессис у меня такой виртуальный план. Потому что свободных средств сейчас нет. А так вот я виртуально планирую. Тренд растущий. ну да больше сказать нечего. Дальше у нас реги. Давайте посмотрим реги. Тоже почему-то уровня нет. у меня были хорошие идеи на покупку. Но оно сейчас 94 стоит. Это для меня дорого. Я дороже 50 стараюсь на спекулятивные сделки ничего не брать. Такая моя стратегия. Но реги прекрасно растет. Прекрасно растущий тренд. Минимумы каждой выше предыдущего. Это вообще замечательно. Но у нее нету как бы финиша нету. Нету исторического максимума. такие идеи стараюсь не торговать, потому что непонятно это кульминация тренда или что. Такие идеи лучше пропускать. Ну конечно если вы только не инвестор долгосрочный что купили и забыли. в мою стратегию такие акции просто не входят. Race это у нас Ferrari. Ferrari как мы видим недельный график. Это ее максимум. Она пробила. Давайте еще раз откроем недельный график. Так что это такое вообще? но она вниз хочет. Она пробила новый максимум и сейчас идет вниз. 209 долларов стоит. Ну на долгосрок я бы ее взял, но для меня это дорого. Вот я отметил уровень 200 и 180. Наверное, если бы я брал на что-то на долгосрок именно ее, то я бы уже наверное ждал 180, потому что 200 что-то очень дорого. Так, а это какой? Это март 20-го? В марте 20-го она стоила 130. Она даже ниже 100 не опустилась. Прекрасная акция на долгосрок, как типа Coca-Cola, типа Макдональдса. Феррари, по-моему, живые жили и будут жить. Но сейчас дорого. Сейчас не советую. Не советовал бы я ее покупать. Дальше вот Асур. Асур Технолог 60. Я так и не понял, чем она занимается, но я на ней заработал и был счастлив. В понедельник я вышел, зашел, когда я зашел в нее, а, три месяца я ее держал. По-моему, вообще самая длинная сделка была три месяца. Из прибыльных, сильно прибыльных, можно сказать. Зашел я на 12.49, непонятно, по-моему, здесь зашел, она падала, падала, три месяца или вот здесь вот зашел, три месяца прошло, потом начал потихонечку расти. Я даже у людей спрашивал, что с ней делать-то. Мне сказали, что оснований на продажу нету. Ну, я поверил и обрадовался, можно сказать, и продолжал держать, не зря. У меня была идея, зашел я на 12.49, а выйти я хотел на 15.90. Было 102 акции, продано было за 15.90, по-моему, 9 штук кто-то умудрился купить. Я продавал, у меня покупали, купить. И все. Сейчас, сейчас, давайте часовую графику откроем. Вот, это был пик. Потом начали все, было ниже, ниже. Прошлось остальные сколько там, 90 штук продать за 15.65, по-моему. В итоге, в итоге нормально заработал и сегодня она откатилась на сколько процентов? 5.7, 5.7 процентов просто как хорошо, что я из нее вышел. Я просто счастлив был. Идея короче сработала. Сейчас идея на покупку так, это дневной масштаб. Ну, как вам сказать? Не знаю, нету идей. Вообще нету. Почему я покупал за 12.49, сейчас не соображаю и не пойму. В общем, поделился с вами радостью. Давайте пойдем дальше. что это? Чизкейт Фактори. Была акция Чизкейт Чизкейк Энерджи. Стоило там вообще центы. Потом она обанкротилась и ее сняли с продаж. А это через Кейт Фактори. Так, вот это вот, кстати, чем она интересно занимается. Тоже был шпиль. Тут может быть ретест сильный от этого уровня как раз на чем она остановилась, а может и ниже отпуститься на 40-65. Если есть другие идеи, то я бы ее пропустил, а если нет, то ну да, может быть, я бы и рискнул сейчас покупать, потому что по-моему может отскочить и досюда дойти, если пробьет, досюда дойдет, ну и так далее. Может идея сработать, но я бы все же пропустил ее. Так, что у нас там еще упало? Fox занимается на этой телевидении. Fox Corporation. Да, вот сейчас вот сейчас хорошая точка входа, как раз по Fox Corporation. Тоже был шпиль, как у всех маленьких. Как у всех акций с маленькой стоимостью. Вот, я могу даже это отметить. Сейчас вот хорошая точка входа. Вот весь график ее такой с какого? Апрель 19-го? С апреля 19-го на бирже, что ли, она? Вот, сейчас я отмечу синим. Может произойти ретест, и она может, ну, минимум до 32-го дойти. сейчас она стоит 30-51. Если сделка сработает, то можно заработать всего 8%. Ну, так себе идея, конечно. Ну, или досюда. Хм. 17,9% можно заработать. Вот, кстати, да, это уровень, можно сказать. Видите? Так, красным, красным. Это раз касание, два касания, три касания, четыре касания, пять касаний. Вот, хороший уровень. Можно заработать, если даже вот это я, наверное, стеру, сотру. хорошая точка входа с 17-ти процентной прибылью. Fox Corporation, Fox, вообще, 20-й век, Fox, это же одно и то же, по-моему. Хорошая компания, в общем. Вот. с этой такие дела. Так, что еще я хотел прокомментировать? Интересно, а почему не... Ага. Почему-то не по меньшинству шли. Так. давайте посмотрим, что сегодня выросло. Так, от грани грани пройдем. С 1 до... Так, что это MRC Global, по-моему, это нефтяная компания. Или я что-то путаю? нет. Сэм, это, по-моему, недвижимостью занимается. Ну, идеи на покупку нет, это ее исторический максимум. Она дальше, наверное, откатится. Или сделать черепашу суп и опять откатится. Нельзя сейчас ее покупать, ни в коем случае. Так, что это? Пропустим. Нет уровней. Так же пропустим. Вот, Marathon Patent. Прекрасная компания. Просто, просто такая ракета. Это моя, наверное, первая ракета, которой у меня была идея на покупку 5.09. Я хотел ее по этой цене купить. У меня уже были деньги. Я уже собирался. в итоге ее нету в Туникове. В итоге ее, по-моему, нет и на Санкт-Петербургской бирже. Marathon Patent. Я не знаю, чем она занимается, но она так стрельнула. Колоссально. Если бы я вошел на 5.09, я бы вышел, ну, не знаю. Вышел бы, наверное, как раз-таки вот на 8. с того момента она выросла уже 400%. Сейчас 340%. Это вообще колоссальная бумага. Мне было так обидно, что ее нету. Ее нельзя купить вообще. так, дальше посмотрим. Тоже уже на хаях. На хаях. На хаях. Тоже. Так, это что такое? А, Иерон. Вот сейчас в этой акции сижу. идея была на покупку с 18.09 до 22, наверное. Так, округли. Вот. Оценка прибыли. Планируется заработать. Как обычно, как я и говорил, 20%. И сегодня что-то такое произошло, что она выросла на 8.3%. Кто-то ее начал покупать. Наверное, кто-то что-то сказал. Это медицина. Может, все инвесторы, которые держали модерну, перешли сюда. Не знаю. я ее в начале января, по-моему, купил. В итоге ждал, ждал, ждал. Меня она бесила сильно уже. Она столько дней была в минусе, потом отрастала, потом отросла, потом вот следующий день она опять упала, потом упала и выросла, потом выросла и опять упала. В итоге ее, слава богу, начали покупать. Как говорится, ракета запущена. Я очень надеюсь, что на днях сделку закроем. Вот. Такой план. А после этого уже если она должен рост входить уже после пробития 22 подтверждения и дальше. Да. Как Асур, наверное. У Асур тоже самое было. Она пробила маленький уровень и дошла до более масштабного масштабного. От 22 до 26 она может вырасти, если пробьет. 19, почти 20%. Так. Анги. Анги тоже. В Анги тоже я сидел. В Анги тоже я заработал один раз. Во второй раз я не выдержал, вышел, потому что с маленьким плюсом. Потому что было очень долго, очень долго ждать. Она не росла. И у меня просто нервы не выдержали, я вышел. Конечно, она после на прошлой неделе колоссально летела вверх. Но я об этом не жалею. Как говорится, кто же знал? В общем, такие дела. Так. давайте еще посмотрим парочку и будем заканчивать. Где тут был мой любимый? Блин, давайте так сделаем. Ой, по последней цене по убыванию. 4 из 4 нужно. Цена 4. СВН. Вот о чем я говорил. Идеальный растущий тренд. Просто какая-то картина. Как Мона Лиза. Идеальный рост. я в прошлом месяце, по-моему, я вошел и на следующей неделе вышел. Так она быстро там какой-то был кипиш с нефтью и вся нефтянка американская росла. Вот это вот глаз радуется, как она идеальна в растущий тренд. сделала. Сейчас идей на покупку так у меня сейчас идей на покупку не было. Если так посмотреть, давайте когда сомневаешься открой недельный масштаб. Так не то. Не так. Угу. не знаю. Ну вот это непонятно оно какое настроение это было больше. А, это недельное же. дневной. Это на сегодня что ли так? Продавательное настроение похоже у людей. так 4.23 сколько? 4.23 если отсюда покупать то 15% ну я не знаю по-хорошему блин так что ну да наверное так по-хорошему от 3.80 покупать да до куда спросите вы тут всего 11% прибыль ну если все будет хорошо и рынок дальше будет расти то оно может и расти до 4.87 это 28% прибыли от 3.80 до 4.88 что такое линейка синий сделаем вот так вот ну да прекрасная компания в девятнадцатом году как я и торговал конечно были и плюсы были и большие минусы но я ее не покидаю прекрасная компания и причем очень дешевая по цене за акцию на дневном давайте откроем недельный конечно она вообще стоила и 30 не знаю что там происходило с ней мы посмотрим падающий тренд с апреля 14 годом сейчас она отбилась от какого уровня один какой кошмар один доллар за акцию пока потихоньку растет прекрасно растет потихоньку с марта двадцатого года она выросла на 268 268 266 276 процентов потихоньку идет вверх на недельном графике так много лишних уровней вот lg что я купил вроде как они покупают его я не знаю сколько я буду ждать свои заветные цели 15 15 корейская компания мне такое чувство что нее не инвестирует одни корейцы рынку сша не интересно вроде как растет почитала лжин дисплей делает дисплей не только почти для всех по моему телефонов будем надеяться что будет расти так ну все наверное такой обзор после вторника ночной такой обзор после вторника что упало что выросло я вам показал я вам показал на этой неделе будет обзор еще один может быть может и не будет в общем увидимся спасибо что смотрели подписывайтесь комментируйте комментируйте ставьте лайки и до свидания за субтитры подогнал